Друзья, всем привет! Короче, корней меня НАДОЕЛ! Выборючи, что я ругаюсь матом, поэтому я перестаю ругаться матом. И прямо сейчас я его выгнул из карты, и теперь он будет жить несколько дней в доме, в трейлере. То есть грузовик, который по факту дальше, так называемый. То есть в нем есть отопление, в нем есть душ, в нем можно спать и делать все, что угодно. Прямо сегодня первая серия корней и трейлер. Погнали! Холодильник! А Женя, где спать будет? В сунге? Вместе будет, сейчас разберемся. Какого-то, да? Вообще нормальный. Слушай, мне кажется, для тебя это не наказание. Здесь поуютнее, чем дома. Да, тут хорошо. Сейчас еще все настроят, надеюсь, все будет на работе, а не холодно. А то я ебал, в холодном это будет пиздец. Видишь, брат, как о тебе заботится. У меня прикольно, не нравится. Или наказывают, не могу понять, это наказание все-таки или нет? Жить в холодном трейлере. А тебе как это наказание со мной тут или нет? Ну, три ночи, в принципе, не так долго. Сыграйся, своеобразная тема, но тоже пожить прикольно. Ты когда-то так жил, нет? Один раз, когда я ездил на Алтай, мы уже жили в доме. Я три раза в жизни, у меня три дня есть. У тебя как поработать? Сегодня не хочешь с нами затусить? Я с вами. А я думал, как я себе малышку буду трахать, если ты тут? Как бах. Попы даже, смотри, все, она закрылась. Вообще кайф, да, котик? Не так уж сложно открыть. Не скрити, смотри, слышь? Ну, там б не, блядь. Ну, там б не, блядь. Человек, в итоге, я приехал, он говорит, ты будешь жить в трейлере, говорит, неделю, типа, ну, где-то три, там, пять дней. Буду, типа, жить в трейлере, говорит, ты засрал всю хату, поживу в трейлере и пойми, где тебе лучше, типа. Я привык жить на всем готовеньком, ничего не ценю и буду жить в лере. На самом деле, мне это самому нравится, я никогда в жизни так не жил, но я бы пожил денька три, это прикольно, мне кажется, будет. Надеюсь, он отапливается и все круто. Сейчас пытаемся его завести, чтобы все работало, а то иначе мы будем там в холоде, в холоде, это будет полная пиздец. Тогда это точно будет наказание, да? Тогда это будет точно наказание, а так это будет крутая штука, на самом деле. Это прикольный опыт, я бы очень хотел. В общем, брат хочет меня отвезти, хер знает куда, я не знаю, что я там буду есть. Он мне сказал, без еды, без ничего, но нет, хер вам, пока он не видит, пока они там пошли оформлять этот фургон, мы пошли в Башан, надеюсь, он нас не увеет. Денег у меня много, короче, мы туда едем на три дня, и вот на три дня надо вложиться там на полторы-две тысячи. Посмотрим, можно ли прожить три дня спокойно и любую. Слушай, три дня по три тысячи – это нормально, тысяча на день. Ну да, это вообще ни о чем. Ну, хватит, хватит. Ну вот, за триста три рубля не годирована, шикарная вода. Так, идемте дальше. Сколько поездки? Ну вот этот гриль. Вот самое главное – это мы положим сумку оператора, чтобы брат не сложил. Очень дорогая поездка будет. Вот, раз-два. Ника! Это очень много. Ну все, все, взяли, брат. Коньяк спрячен, у кого есть, пойдем. Если будет холодно, взял с малышкой нам по плену. На, оператор, помогай. Сейчас мы будем, будешь чем-то уничтожать. На, вот это. Самое главное. Это, ну что, ты верни, скажи, по чем вышло? 3500. 3500? Да. Вышел за трешку, да? Да. Да. Ну что не делаешь ради вы наказания? Песня на какое наказание. Так бы дома ничего не потратил. Ничего не потратил. 3500 – это с литром коньяком. Открой свой спортивный зал в федеральной сети Fight Pro. Зарабатывай деньги на тренировках и турнирах. Клубы Fight Pro работают уже в Москве. В Петербурге, Сочи, Волгограде и Казани. Работа с Fight Pro – это узнаваемый бренд. Сопровождение на всех этапах работы. Сотрудничество с известными блогерами. Стань первым в своем городе на специальных условиях. Ссылка в описании.